Антология чтений Слов Всемогущего Бога Сам Бог уникален. Часть первая. Власть Бога один. Ниже приведенные слова крайне важны для познания власти Бога. Об их значении говорится в следующей беседе. Давайте продолжим чтение Писания. 4. Божье повеление Сатане И сказал и Егова Сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Иов, глава 2, стих 6. 4. Сатана никоим образом не смеет грешить против власти Творца, и в силу этого все сущее живет надлежащим образом. Это выдержка из книги Иова, и слово «он» здесь относится к Иову. И хотя данная фраза является краткой, она проливает свет на многие вопросы. Она описывает особый разговор, состоявшийся между Богом и Сатаной в духовном мире, и говорит нам о том, что Божьи слова были обращены к Сатане. В ней также зафиксировано то, что именно сказал Бог. Слова Божьи были повелением и приказом Сатане. Конкретные детали данного приказа относятся к сохранению жизни Иова. Именно здесь Бог очертил тот предел, в рамках которого Сатана мог воздействовать на Иова. Сатана должен был сохранить Иову жизнь. Первое, что мы узнаем из данной фразы, это то, что эти слова Бог сказал Сатане. Согласно тому, что сказано в оригинальном тексте книги Иова, мы узнаем о ситуации, в которой эти слова были произнесены. Сатана хотел обвинить Иова, поэтому ему необходимо было получить согласие Бога, прежде чем он мог начать искушать Иова. Давая свое согласие на просьбу Сатаны подвергнуть Иова искушению, Бог выдвинул Сатане следующее условие. «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». В чем особенность этих слов? Очевидно, что они являются повелением, приказом. Осознав особенность данных слов, ты, конечно, должен также постичь, что тот, кто отдал такой приказ, был Богом, а тот, кто получил данный приказ и подчинился, был Сатаной. Само собой разумеется, что в этом приказе отношения между Богом и Сатаной совершенно очевидны для всякого, кто читает эти слова. Разумеется, это также отношения между Богом и Сатаной в духовном мире и различия между личностью и статусом Бога и Сатаны, переданные в данном письменном упоминании в Библии о разговоре между Богом и Сатаной. И до сих пор это является особым примером и буквальным письменным упоминанием, из которого человек может узнать о явственном различии между личностью и статусом Бога и Сатаны. На данном этапе я должен сказать, что такое письменное свидетельство этих слов является важным документом в человеческом познании личности и статуса Бога, который дает важную информацию для познания Бога человечеством. Благодаря данному разговору, состоявшемуся в духовном мире между Богом и Сатаной, человек может постичь еще один особый аспект власти Творца. Слова эти являются еще одним свидетельством об уникальной власти Создателя. С виду эти слова являются обменом репликами между Богом и Еговой и Сатаной. Их суть в том, что отношение, с которым говорит Бог и Егова, отоппозиция, с которой он произносит эти слова, гораздо выше, чем Сатана. Это означает, что Бог и Егова повелевает Сатане с приказным тоном и говорит Сатане, что тому следует делать и что не следует, что Иов уже у него в руках, что Сатана волен делать с Иовом все, что пожелает, но ему нельзя забирать жизнь Иова. Подтекст этого в том, что хотя Иов был отдан в руки Сатаны, жизнь Иова Сатане не отдана. Никто не может забрать жизнь Иова из рук Бога, пока Бог этого не позволит. Отношение Бога ясно сформулировано в данном повелении Сатане, и это распоряжение также выражает и раскрывает ту позицию, с которой Бог и Егова разговаривают с Сатаной. При этом Бог и Егова обладает не только статусом Бога, сотворившего свет и воздух и все сущее и живых существ, Бога, который владеет суверенитетом над всем сущим и живыми существами, но также статусом такого Бога, который повелевает человечеством и господствует над адом, Бога, который руководит жизнью и смертью всех живых существ. Кто в духовном мире, кроме Бога, осмелился бы дать приказ Сатане? И почему Бог лично отдает свой приказ Сатане? Это связано с тем, что жизнью людей, включая жизнь Иува, распоряжается Бог. Бог не разрешил Сатане наносить вред Иуву или забрать его жизнь. Это означает, что непосредственно перед тем, как Бог разрешил Сатане подвергнуть Иува искушению, Бог по-прежнему помнил о том, что необходимо было особо отдать такой приказ, и еще раз повелел Сатане не забирать жизнь Иува. Сатана никогда не осмеливался посягать на власть Бога. Более того, он всегда внимательно слушал и повиновался приказам и особым распоряжениям Бога. Ни в коем случае, не осмеливаясь ослушаться их и, разумеется, не осмеливаясь произвольно менять какие бы то ни было Божьи повеления. Таковы границы, которые Бог установил для Сатаны. И поэтому Сатана никогда не осмеливался переступать эти границы. Разве это не показатель силы Божьей власти, разве это не свидетельство власти Бога? О том, как вести себя по отношению к Богу и как смотреть на Бога, у Сатаны имеется гораздо более отчетливое представление, нежели у человека. Следовательно, в духовном мире Сатана очень отчетливо видит и статус, и власть Бога и обладает глубоким ощущением силы Божьей власти и принципов, стоящих за применением власти Бога. Даже в небольшой степени Сатана не осмеливается игнорировать их, как не осмеливается нарушать их каким бы то ни было образом или делать что-то, что посягает на власть Бога, и никоим образом не осмеливается вызывать Божий гнев. Даже являясь злым и высокомерным по природе, Сатана никогда не осмеливался пересекать границы и выходить за пределы, установленные для него Богом. В течение миллионов лет Сатана строго соблюдал эти границы, подчинялся каждому повелению и приказу, которые дает ему Бог, и никогда не осмеливался переходить границы дозволенного. Даже будучи зловредным, Сатана гораздо мудрее, нежели порочное человечество. Сатана знает личность Бога и знает свои границы. Исходя из смиренных действий Сатаны, можно видеть, что власть и могущество Бога являются небесными эдиктами, которые не могут быть нарушены Сатаной, и что именно в силу уникальности и власти Бога все сущее изменяется и распространяется организованным порядком. А человечество может жить и множиться в пределах того курса, который был определен Богом, при котором ни человек, ни предмет не могут нарушить данный порядок, при котором ни человек, ни предмет не в состоянии изменить данный закон, ибо все они произошли из рук Творца, из повеления и власти Создателя. Только Бог, имеющий личность Творца, обладает уникальной властью. Особая личность Сатаны побудила многих людей проявить сильный интерес к проявлениям ее различных аспектов. Даже существует множество таких людей, которые верят в то, что Сатана, как и Бог, также обладает властью, поскольку Сатана способен показывать чудеса и в состоянии совершать вещи, невозможные для человека. И поэтому, наряду с поклонением Богу, человечество в своем сердце также сохраняет место и для Сатаны, и даже поклоняется Сатане, как Богу. Такие люди одновременно достойны жалости и отвратительны. Достойны жалости они в связи со своим невежеством, а отвратительны они в связи со своей ересью и неизбежно злой сущностью. В данный момент я чувствую, что есть необходимость проинформировать вас о том, что есть власть, что она символизирует и что представляет. Выражаясь в общих чертах, сам Бог — это власть. Его власть символизирует верховенство и сущность Бога. А власть самого Бога олицетворяет статус и личность Бога. В каком случае Сатана осмеливается говорить, что он сам и есть Бог? Смеет ли Сатана говорить, что он создал все сущее и обладает суверенитетом над всем сущим? Разумеется, нет. Поскольку он не способен создавать все сущее. До сих пор Сатана не сделал ничего из сотворенного Богом и не создал ничего, что обладает жизнью. Это связано с тем, что у Сатаны нет Божьей власти. Он никогда не сможет обладать статусом и личностью Бога, и это определено его сущностью. Имеет ли Сатана такую же власть, что и Бог? Разумеется, нет. Как мы называем деяния Сатаны и явленные Сатаной чудеса? Разве это могущество? Можно ли это назвать властью? Конечно, нет. Сатана руководит потоком зла, нарушает, наносит ущерб и препятствует каждому аспекту Божьего труда. За последние несколько тысяч лет, помимо развращения и поругания человечества, помимо искушения и обольщения человека, доводя его до состояния порочности и до отречения от Бога, дабы человек шел прямо в долину смертной тени, сделал ли Сатана что-либо, что заслуживает хотя бы малейшего почтения, признательности или любви со стороны человека. Если бы Сатана обладал властью и могуществом, разве было бы человечество развращено этим? Если бы у Сатаны были власть и могущества, разве был бы человечеству нанесен этим вред? Если бы Сатана обладал властью и могуществом, разве человечество отступилось бы от Бога? Разве обратилось бы к смерти? Поскольку у Сатаны нет власти или могущества, какой мы должны сделать вывод о сущности всего того, что он делает? Есть такие, кто называет все то, что делает Сатана, просто лукавством, но я все же полагаю, что такое определение не столь уместно. Разве злодеяние и развращение человечества сатаной это всего лишь лукавство? Та злая сила, с помощью которой Сатана издевался над Иовом и его яростное желание подвергнуть Иова жестокому обращению и мучениям, вероятнее всего, не может быть достигнута путем только лишь лукавства. Оглядываясь в прошлое, мы видим, что в одно мгновение стада и отары Иова, разбросанные по холмам и горам, пропали. В один момент громадное состояние Иова исчезло. Разве можно было достичь такого просто с помощью мошенничества? Природа Природа всего того, что делает Сатана соответствует и согласуется с такими негативными словами, как портить, препятствовать, разрушать, вредить, грех, зло и тьма. И поэтому проявление всего того, что неправедно и греховно, неразрывно связано с действиями Сатаны и неотделимо от греховной сущности Сатаны. Независимо от того, насколько могущественен Сатана, независимо от того, насколько он дерзок и тщеславен, независимо от того, насколько велика его способность наносить ущерб, независимо от того, насколько масштабны те методы, с помощью которых Сатана развращает и искушает человека, независимо от того, насколько искусны те хитрости и происки, с помощью которых сатана запугивает человека, независимо от того, насколько изменчива та форма, в которой он существует. Сатана никогда не мог создать ни единого живого существа, никогда не мог установить законы или правила существования всего сущего, и никогда не мог ни править, ни руководить никаким объектом, будь то одушевленный или неодушевленный предмет. На всем протяжении Вселенной нет ни единого человека или предмета, который был бы рожден от сатаны или который существует благодаря сатане. Нет ни единого человека, ни единого предмета, который управляются сатаной или которыми он руководит. Напротив, сатана должен не только жить под владычеством Бога, но вдобавок должен повиноваться всем Божьим приказам и повелениям. Без разрешения Бога сатане трудно дотронуться даже до капли воды или до песчинки на земле. Без позволения со стороны Бога сатана не волен даже муравьев на земле передвигать, не говоря уже о человечестве, сотворенным Богом. В глазах Бога сатана ничтожнее лилий в горах, птиц, летающих в небе, рыбы в море и личинок в земле. Его роль среди всего сущего состоит в том, чтобы состоять на службе у всего сущего и в работе на человечество, в обслуживании Божьего труда и Божьего плана управления. Вне зависимости от того, насколько зловредна его натура и насколько злобна его сущность. Единственное, что может сделать сатана, так это покорно выполнять свою функцию. Быть в услужении у Бога и создавать контраст для Бога. Таковы сущность и положение сатаны. Его сущность не связана с жизнью, не связана с могуществом, не связана с властью. Это всего лишь игрушка в руках Божьих, всего лишь машина в услужении у Бога. Разобравшись в том, что представляет собой истинное обличие сатаны, многие люди по-прежнему не понимают, что такое власть. Поэтому позволь мне рассказать тебе об этом. Саму по себе власть можно объяснить как могущество Бога. Во-первых, можно с определенностью сказать, что и власть и могущество позитивны. Ни власть, ни могущество никак не связаны с чем-то негативным, они не относятся ни к каким сотворенным или несотворенным существам. Могущество Бога способно создавать вещи любой формы, у которой есть жизнь и жизненная энергия. И это определено жизнью Бога. Бог есть жизнь, поэтому он является источником всех живых существ. К тому же власть Бога может заставить все живые существа оказывать послушание каждому Божьему слову. То есть они появляются в соответствии с теми словами, что произносятся устами Божьими, живут и размножаются по повелению Божьему, после чего Бог правит и повелевает всеми живыми существами. И в этом во веки веков не будет никаких отступлений. Ни один человек, ни один предмет не обладает такими вещами. Лишь Творец обладает таким могуществом и является его носителем, и поэтому это называется властью. Это уникальность Творца. В связи с этим, вне зависимости от того, само ли это слово власть или сущность власти, и то и другое, может быть связано только с Творцом, поскольку это символ уникальной личности и сущности Создателя, олицетворяющей личность и статус Творца. Помимо Творца, никакой человек, никакой предмет не может соотноситься со словом «власть». Таково толкование уникальной власти Творца. Хотя сатана смотрел на Иова алчным взглядом, без Божьего позволения он не осмеливался тронуть даже волос на теле Иова. Хотя сатана от природы злобный и жестокий, после того, как Бог отдал ему приказ, у сатаны не было иного выбора, кроме как подчиниться Божьему повелению. И поэтому, хотя сатана и был в бешенстве, подобно волку среди овец, но когда речь заходила об Иове, он не осмеливался забыть о тех границах, что были установлены ему Богом, не смел нарушить Божьи приказы. И во всем, что бы он ни делал, сатана не осмеливался отклоняться от тех принципов и границ, которые были определены словами Божьими. Разве это не факт? С этой точки зрения мы видим, что сатана не смеет приступать ни одной из слов Бога и Иеговы. Для сатаны любое слово из уст Бога является приказом, небесным законом и выражением Божьей власти, поскольку за каждым словом Бога подразумевается Божье наказание для тех, кто нарушает приказы Бога и для тех, кто не подчиняется и противится небесным законам. Сатана, очевидно, знает, что если он нарушит Божьи приказы, в таком случае он должен будет пенять на себя за то, что посигнул на власть Бога и противился небесным законам. А что представляют собой последствия? Само собой разумеется, конечно же, это наказание со стороны Бога. Действия сатаны по отношению к Иову были всего лишь микрокосмом в деле его развращения человека. И когда сатана совершал эти действия, границы, установленные Богом и приказы, которые он отдал сатане, были лишь микрокосмом принципов, лежащих за всем, что он делает. Вдобавок к этому, роль и позиция сатаны в данном вопросе были лишь микрокосмом его роли и позиции в труде Божьего управления. И полное послушание сатаны Богу в деле его искушения Иова было лишь микрокосмом того, как сатана не посмел оказать ни малейшего сопротивления Богу в труде Божьего управления. Какое предостережение дают вам данные микрокосмы? Среди всего сущего, включая сатану, нет ни единого человека или предмета, кто мог бы приступить небесные законы и эдикты, установленные Творцом. Нет ни единого человека или вещи, которые осмеливаются нарушать данные небесные законы и эдикты, ибо никакой человек, никакой предмет не могут изменить или избежать того наказания, которое Творец налагает на тех, кто отказывается повиноваться этим законам. Только Творец может установить небесные законы и эдикты, только Создатель имеет могущество, позволяющее притворять их в жизнь. И лишь против могущества Творца не может согрешить никакой человек или предмет. Такова уникальная власть Творца. Данная власть верховенствует среди всего сущего, и поэтому невозможно сказать, что Бог величайший, а сатана второй по значимости. Кроме Творца, обладающего уникальной властью, нет никакого другого Бога. Есть ли у вас теперь новое знание о Божьей власти? Во-первых, есть ли разница между властью Бога, о которой только что упоминалось, и властью человека? И в чем заключается эта разница? Некоторые люди говорят, что невозможно их сравнивать. Абсолютно верно. Хотя люди и говорят, что невозможно их сравнивать в своих мыслях и представлениях. Человек часто путает человеческую власть с властью Бога. Часто их сравнивают в одном ряду. Что же здесь происходит? Разве не совершают люди ошибки, невольно замещая одно другим? Первое и второе никак не связаны. Между ними не может быть никакого сравнения. И все же люди не в состоянии удержаться. Как можно решить данную проблему? Если ты искренне желаешь найти решение, единственный способ – это понять и познать уникальную власть Бога. После постижения и познания власти Творца ты больше не будешь упоминать в одном ряду власть человека и власть Бога. К чему относится власть человека? Если в двух словах – это такая способность или умение, которые позволяют порочному характеру, желаниям и стремлениям человека развиваться или достигать наивысшей степени. Разве может это считаться властью? Вне зависимости от того, насколько раздуты или выгодны стремления и желания человека. Нельзя сказать о таком человеке, что он обладает властью. В лучшем случае, такие надутость и успех – это лишь демонстрация сатанинского фиглярства среди людей. По большей части это фарс, в котором сатана действует под видом собственного прародителя с целью удовлетворения своих амбиций быть Богом. Как именно ты представляешь теперь власть Бога? Теперь, когда с тобой поделились данными словами, у тебя должно быть новое знание о власти Бога. И поэтому я задаю вам следующие вопросы. Что символизирует Божья власть? Символизирует ли она личность самого Бога? Символизирует ли она могущество самого Бога? Символизирует ли она уникальный статус самого Бога? В чем среди всего сущего ты видел власть Бога? Как ты увидел эту власть? Если коснуться четырех времен года, которые переживает человек, может ли кто-нибудь изменить закон чередования весны, лета, осени и зимы? Весной на деревьях появляются почки, и деревья цветут. Летом они покрываются листьями, осенью они плодоносят, а зимой листья падают. Может ли кто-нибудь изменить данный закон? Отражает ли это один из аспектов власти Бога? Бог сказал, да будет свет, и стал свет. По-прежнему ли существует этот свет? В связи с чем он существует? Разумеется, он существует в связи со словами Бога и в силу власти Бога. По-прежнему ли существует воздух, созданный Богом? Происходит ли воздух, которым дышит человек, от Бога? Может ли кто-либо отобрать те вещи, что происходят от Бога? Может ли кто-нибудь изменить их сущность и функцию? Может ли кто-либо сорвать приход ночи и дня, установленных Богом, и нарушить закон чередования ночи и дня, предписанный Богом? Может ли сатана совершить подобное? Даже если ты не спишь ночью и относишься к ночи как будто это день, это все равно ночное время. Ты можешь сменить свой режим дня, но ты не способен изменить закон чередования ночи и дня. И никто из людей не в состоянии изменить данный факт. Разве не так? Разве может кто-либо заставить льва пахать землю, подобно быку? Разве может кто-то превратить слона во сла? Разве в состоянии кто-либо заставить курицу парить в воздухе, подобно орлу? Разве может кто-нибудь заставить волка есть траву, подобно овцам? Разве кто-либо в состоянии заставить рыбу перейти жить из воды на сушу? А почему нет? Потому что Бог повелел им жить в воде. Вот они и живут в воде. На суше они не смогут выжить и погибнут. Они не способны выйти за границы Божьего повеления. Все сущее имеет закон и пределы своего существования. Все имеют свои собственные инстинкты. Это предопределено Творцом. Это не может быть ни изменено, ни преодолено никем из людей. Например, лев всегда будет жить в естественных природных условиях, на расстоянии от человеческих общин. Лев никогда не сможет быть таким же покорным и преданным, как бык, живущий с человеком и работающий на него. Хотя осел и слон – оба животные, и у них обоих по четыре ноги, и оба они дышат воздухом, это различные виды, потому что они были разделены на разные виды Богом. Каждый из них имеет собственные инстинкты. Следовательно, они никогда не будут взаимозаменяемыми. Хотя курица и имеет две ноги и крылья, подобно орлу, она никогда не сможет летать в воздухе. Самое большее, что она может, – это вспорхнуть на дерево, и это определяется ее инстинктом. Само собой разумеется, все это связано с повелениями власти Божьей. В рамках сегодняшнего развития человечества можно назвать науку человечества процветающей, а достижения научных исследований человека можно описать как впечатляющие. Квалификация человека, надо сказать, все возрастает. Но есть одно научное открытие, которое человек пока был не в состоянии сделать. Человечество создало самолеты, авианосцы и атомную бомбу. Человек отправился в космос, вступил на Луну, изобрел интернет, и образ его жизни стал высокотехнологичным. И все же человечество не способно создавать живое, дышащее существо. Инстинкты каждого живого существа и законы, по которым они живут, а также цикл жизни и смерти каждого вида живых существ – все это находится за гранью возможностей человеческой науки и не поддается контролю с ее стороны. Здесь необходимо сказать, что неважно, каких огромных высот достигла наука человека, она несопоставима ни с какими мыслями Творца и не способна распознавать чудесность создания Творца и силу его власти. На земле так много океанов. Однако они никогда произвольно не выходили из своих пределов и не обрушивались на сушу. И это связано с тем, что Бог установил границы для каждого из них. Они остаются там, где Он повелел им оставаться. И без Божьего разрешения они не могут свободно передвигаться. Без Божьего позволения они не могут посягать друг на друга и могут передвигаться только тогда, когда скажет Бог. Власть Бога определяет и то, куда они двигаются, и то, где они пребывают. Короче говоря, власть Бога означает, что все на Божье усмотрение. Бог имеет право решать, как сделать что-то. И это совершается тем способом, каким решит Он. Закон всего сущего зависит от Бога, а не от человека. И человек не может его изменить. Его нельзя подвинуть с помощью человеческой воли. Изменить же его могут мысли Бога, Божья мудрость и Божье повеление. И это тот факт, который никто из людей не может оспорить. Небеса и Земля и все сущее, Вселенная, Звездное небо, четыре времени года, то, что видимо человеку и невидимо, все это без малейшей ошибки существует, функционирует и изменяется под властью Бога. В соответствии с Божьими повелениями, согласно Божьим заповедям и в соответствии с законами начала сотворения. Ни единый человек, никакой предмет, ничто не может изменить свои законы или изменить тот неотъемлемый от них порядок, следуя которому они функционируют. Они появились на свет благодаря власти Бога, и погибают они также по власти Бога. Именно это и есть власть Бога. Теперь, после того, как столь много было сказано, можешь ли ты ощутить, что власть Бога – это символ личности и статуса Бога? Может ли какое-либо сотворенное или несотворенное существо обладать властью Бога? Может ли она быть сымитирована, скопирована или замещена каким-либо человеком, предметом или объектом? Личность Творца уникальна, и ты не должен проникаться идеей многобожьей. Хотя у сатаны навыки и способности больше, чем у человека, даже если он может делать вещи недостижимые для человека, независимо от того, завидуешь ли ты или тянешься к тому, что делает сатана, независимо от того, вызывает ли это в тебе ненависть или отвращение, независимо от того, способен ты это видеть или нет, и независимо от того, сколь многого может достичь сатана, или какое число людей он может обманом втянуть в поклонение ему и заставить их относиться к нему как святыне, и независимо от того, как ты характеризуешь это, пожалуй, ты не можешь сказать, что сатана обладает властью и могуществом Бога. Тебе следует знать, что Бог есть Бог, есть только один Бог. И кроме того, ты должен знать, что у Бога есть власть и есть могущество, позволяющее ему контролировать все сущее и править всем сущим. Только потому, что сатана обладает способностью вводить людей в заблуждение и может выдавать себя за Бога, может имитировать знамения и чудеса, сотворенные Богом, и делает вещи, похожие на то, что делает Бог. Ты ошибочно полагаешь, что Бог не является уникальным, что есть множество богов, что они просто обладают разным уровнем навыков и что просто существует разница в степени власти, которой они обладают. Ты выстраиваешь их величие в порядке их прибытия и согласно их возрасту, и ты ошибочно веришь в то, что есть и другие божества, кроме Бога, и полагаешь, что могущество и власть Бога не уникальны. Если у тебя есть такие представления, если ты не признаешь уникальность Бога, не веришь в то, что только Бог обладает властью, и если ты проникаешься идеей многобожья, в таком случае позволь сказать тебе, что из всех созданий ты относишься к отбросам, ты истинное воплощение сатаны и очевидный человек греха. Понимаете ли вы, чему я пытаюсь научить вас, произнося такие слова? Независимо от времени, места или твоего воспитания, ты не должен путать Бога ни с каким другим человеком, предметом или объектом. Вне зависимости от того, насколько непостижимыми и недосягаемыми тебе представляются Божья власть и сущность Бога, вне зависимости от того, насколько деяния и слова сатаны согласуются с твоими представлениями и воображением, вне зависимости от того, насколько убедительными они тебе кажутся. Не будь глупцом, не путай эти представления, не отрицай существование Бога, не отрицай личность и статус Бога, не выталкивай Бога за дверь и не разрешай сатане заменить Бога в твоем сердце, став твоим Богом. Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы в состоянии представить себе последствия таких действий. Сатана развращал человечество на протяжении тысяч лет. Он совершил бесчетное число злодеяний, вводил в заблуждение поколение за поколением и совершил чудовищные преступления в этом мире. Сатана издевался над человеком, обманывал человека, соблазнял человека к противлению Богу и совершил злодеяния, которые вновь и вновь нарушали Божий план управления и наносили ему вред. Однако под властью Бога все сущее и живые существа продолжают следовать установленным Богом правилам и законам. В отличие от власти Бога, порочная натура и буйство сатаны столь уродливы, столь отвратительны и презренны, столь малы и уязвимы. Хотя сатана и разгуливает среди сотворенного Богом всего сущего, он не способен ввести в действие ни малейшие изменения в людях, вещах или объектах, которыми руководит Бог. Прошло несколько тысяч лет, и человечество по-прежнему наслаждается светом и воздухом, неспосланными Богом. Все так же дышит дыханием, которое вдохнул в него сам Бог. По-прежнему пользуется цветами, птицами, рыбой и насекомыми, созданными Богом, и наслаждается всеми теми вещами, которые обеспечил Бог. По-прежнему продолжается чередование дня и ночи. Четыре времени года, как обычно, сменяют друг друга. Летящие в небе гуси улетают нынешней зимой, чтобы, как обычно, возвратиться следующей весной. Рыба в воде никогда не покидает свой дом в реках и озерах. Цикады на земле поют во весь голос в летние дни. Сверчки в траве осенью спокойно стрекочут в ритме с ветром. Гуси собираются в стаи, в то время как орлы остаются отшельниками. Львиные прайды поддерживают себя охотой. Лоси не отклоняются со своего пути среди травы и цветов. Все виды живых существ среди всего сущего отбывают и пребывают, и затем снова отбывают. В мгновение ока происходят миллионы изменений. Но что не меняется, так это их инстинкты и законы выживания. Они живут под обеспечением и питанием со стороны Бога, и никто из них не способен изменить свои инстинкты, как никто не может ухудшить их правила выживания. Хотя человечество, которое живет среди всего сущего, было развращено и введено в заблуждение сатаной, человек по-прежнему не может отказаться от созданной Богом воды и от созданного Богом воздуха, и от созданного Богом всего сущего. Человек по-прежнему живет и размножается в границах того пространства, что было создано Богом. Инстинкты человека не изменились. Человек все так же полагается на свои глаза, чтобы видеть, на уши, чтобы слышать, на свой мозг, чтобы думать, на свое сердце, чтобы понимать, на свои ноги при ходьбе, на свои руки в работе и так далее. Все те инстинкты, которые Бог даровал человеку, чтобы человек мог принять обеспечение Божье, остались неизменными. Способности, благодаря которым человек взаимодействует с Богом, не изменились. Способность человека исполнять свой долг сотворенного существа не изменилась, духовные потребности человека не изменились, желание человечества найти свои корни не изменилось, стремление человека быть спасенным Творцом не изменилось. Такова текущая ситуация, в которой находится человечество, которое живет под властью Бога, которое претерпело кровавые истребление, приведенное в действие сатаной. Хотя человечество попало под действие притеснений со стороны сатаны. И это больше уже не Адам и Ева периода начала сотворения мира. И даже наоборот, оно насыщено такими вещами, которые враждебны Богу, такими как знание, воображение, представление и так далее. И исполнено порочного сатанинского характера. В глазах Бога человечество остается тем же самым человечеством, которое Он создал. Человечество по-прежнему управляется и организовывается Богом, все так же живет в рамках заданного Богом курса. Поэтому в глазах Бога, человечество, которое было развращено сатаной, лишь снаружи покрыто грязью, сурчащим животом, с немного замедленными реакциями, с памятью, которая уже не такая, как раньше, человечество стало немного старше. Но все функции и инстинкты человека совершенно невредимы. Это то человечество, которое Бог намеревается спасти. Данное человечество просто должно слышать зов Творца и слышать голос Создателя, и человек поднимется и бросится отыскивать источник этого голоса. Человечество просто должно видеть фигуру Творца. И человек перестанет обращать внимание на все другое и все бросит, чтобы посвятить себя Богу и даже положит свою жизнь за Него. Когда сердце человека поймет проникновенные слова Творца, человечество отвергнет сатану и перейдет на сторону Создателя. Когда человек полностью отмоет грязь со своего тела и вновь обретет от Творца обеспечение и питание, в таком случае память человечества восстановится. И в этот момент все человечество по-настоящему вернется под покровительство Создателя.